Доброе утро! Рада приветствовать вас на моём канале. Не обращайте внимания на мой внешний вид, я только что проснулась. Такая вот опухшая. Оказывается, все спят. Я встала раньше всех. Пойду-ка я спать дальше. Ночью, видимо, был дождик. Смотрите, всё мокрое вокруг. Вот и сегодня день, когда мы, к сожалению, уезжаем. Поэтому, если все спят, Алька тоже пойдёт спать. Очень раньше всех встала. Время 7. Я просто должна это вам показать. Посмотрите, как я обгорела. Просто вчера вечером не могла уснуть из-за того, что всё жгло. Выложила в Инстаграм. Там сказали, что надо помазать кефиром или пантенолом. Я ничем мазать не стала. Вот, но ужасно прям всё болит. Я вот прям вот так дотрагиваюсь и прям жжёт. Вот. Надеюсь, что хотя бы кожа сладить не будет. Это надо было вчера умудриться на лежанке заснуть. Это могу только я. И вроде ночью я спала. И плюс ещё меня никто не разбудил. Вы знаете, у меня такой колхозный загар получился. То есть я лежала лицом к солнцу. И получается, ноги у меня вот эта часть белая, а вот эта часть чёрная. Чуть позже вам покажу. Получился такой колхозный загар. А ещё мне в обязательном порядке нужно удалить шею. Вот я лежу, мне заняться нечем. Лазаю здесь и кидаю в корзину. А потом покупаю. Хотя у меня дофига всего. Вчера и позавчера мне столько писала подруга. Я никак не могла с ней поговорить. Вот как раз сейчас есть время. Надо ей позвонить и поболтать. Но я боюсь её разбудить. Классно, когда у тебя в жизни есть люди, с которыми ты можешь посоветоваться. Вот у меня подруга такой человек. Она не знает, что одеть. Она мне отправляет луки. Где-то 10 луков. Как ты думаешь, в каком платье пойти? Как ты думаешь, как накраситься? Я люблю их, честно, такое тесное общение. То есть часами болтать по телефону с подругой. Часто видеться, куда-то ходить и так далее. Нанесение макияжа на лицо для меня это особый ритуал начала каждого дня. Даже если в этот день меня никто не увидит. Только зрители и, например, домашние. И всё равно у меня есть желание наносить макияж. Тон по лицу я разношу именно пальчиком. Мне так удобнее. Дальше пудрой будем закреплять макияж. Вообще изначально нужно было нанести базу под макияж. Но дело в том, что я никогда не использую базы. Пробовала разных марок, разных текстур. Ни одна из них мне не понравилась. Поэтому я обхожусь без базы. А вообще в среднем каждый день на нанесение макияжа у меня уходит около 40 минут. Но в этот день получилось намного быстрее. Потому что я сделала прям лёгенький макияж без особых заморочек. С макияжем я нравлюсь себе намного больше, чем без макияжа. Просто представить себе не могу, что в 11 классе я ходила в школу абсолютно без макияжа. И меня всё устраивало. Сейчас я представить себя без макияжа на улице просто не могу. Вообще на камере я такая страшная. Вот я спрашиваю родственников, говорю, неужели я в жизни тоже такая страшная. Они говорят, нет, камера тебя показывает намного хуже. Эту, кстати, косметичку мне дарила моя подписчица. И это так приятно. Каждый раз, когда ты берёшь в руки эту косметичку, ты вспоминаешь этого человека. Знаете, я делала макияж и слушала вот эту песню. А вообще, когда я говорю, что мне нечего снимать, у меня скучная жизнь и так далее, на самом деле, это просто враньё. Потому что, сидя у себя в постели, ты можешь снять кусочек влога. Было бы желание. Снимать можно всё, что угодно. Как ты кушаешь, не знаю, как ты гуляешь, что ты делаешь, убираешься. Было бы главное желание и вдохновение. У меня вдохновение в последнее время просто вагон. Вчера, когда мы ехали на море, погода была, ай, прохладная. А вот сегодня прям жара. Солнышко прям печёт и нету ветра. Я уже, кстати, собрала сумку, всё укратно разложила. Только бы ничего не забыть. Как только появляется минутка свободного времени, я сразу сажусь монтировать. Для меня это самый прекрасный отдых, тем более здесь тует ветерочек. Классно. Сейчас я монтирую видео для первониного канала. Закончу её видео, потом уже своё буду монтировать. А время у нас 15 минут 12. Где-то ориентировочно в 2 будем уже выезжать. Закончила монтаж 17 минут 2. Сейчас позвонила Первана, она сказала, что они уже едут обратно. Надо поставить им чай. Подумаешь, делов-то. Я хочу их заснять, но они убегают от меня. Смотрите, кто ещё приехал. Уехали без них, приехали вот с кем. Это не резать, да? Просто, чтобы жили они здесь. Да, да, чтобы жили. Вот такие вот два близнеца. Ещё вот два красавца. Всё запаковали в багажник. Утрамбовали. Самое главное, груши здесь. Всё остальное, неважно. Ноутбук ты мой положил, Балита? Вот они. И твой, и мой рядом. Видишь, они? А, всё, всё, отлично. Отлично. Тяжелее всего прощаться с этим красавцем. Посмотрите на него. Какой он ласковый мальчик. Мы до сих пор в дороге. Тут КАМАЗ врезался в Чешку. И вся дорога на пробке просто. Ещё плюс ремонтируется дорога. Вот. Только одна полоса рабочая. Поэтому очень долго едем. Мамина радость. Как я соскучилась по нему. Но он что-то шуганый. Он боится. У нас дома просто семья брата. Он их не знает. Смотрите, что приготовила мамочка. Мамочка знает, что я обожаю. Это дурму. Фаршированные перчики. Фаршированные помидоры. Спасибо маме. Мы все были очень голодные. Поэтому решили подняться к нам. Посидели, покушали. Попили чаёк. А потом уже они отправились к себе домой. День прошёл очень насыщенно. Почему-то я мало снимала. Только на монтаже обнаружила, что материала очень мало. А жаль. Потому что моментов было очень много. Много чего можно было снять. Но об этом я подумала уже, когда мы находились дома. На этом я буду уже закругляться. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Пока.